хочу есть вот просто вот просто хочу есть не сегодня ночью бабушка приезжает дела всем привет с вами дарья кей сегодня будет видео косметики beauty бомб как вы уже поняли по заставке наверное и буду я показывать вот этот макияж который будет бледным или не бледным это решать вам также будет конкурс на косметику beauty бомб тут куча косметики условия очень простые нужно просто оставить комментарий итоги конкурса будут через неделю в моем инстаграм инстаграм называется дарья кей а мы с вами можем начинать и переходить к обзору косметики погнали эта косметика для меня имеет какое-то особое значение потому что ее помогал разрабатывать мой друг морг эта косметика запустилась недавно лицом и стала катя одушкина посмотрим какова эта косметика не хоть не на вкус на цвет на текстурку в общем у меня есть вот такая вот ленточка я долго думала куда я прицепить но в итоге пришла к выводу что надо ее прицепить на руку просто как браслет на тип того того убьете бомб нет тонального крема нас есть два выхода либо использовать стик который у меня есть во втором оттенке там есть зелено-бежевый и у меня вот фиолетово-бежевый фиолетово даже желтый какой-то так стик который называется май бомб консилер ну то есть как бы консилер его можно использовать наверное и как тональный крем но по крайней мере сегодня я буду его использовать второе это палетка консилеров первом оттенки в первом оттеночке палеточка консилеров которые есть фиолетовый зеленый желтый и два каких-то телесных оттенка косметики у меня много я буду делать розыгрыш для того чтобы в нем участвовать нужно будет оставить комментарий и все и ждать неделю потом в конце я покажу что я буду разыгрывать а как бы вы можете авансом оставить комментарий как говорит кузьма лайк аванса либо узнать что я буду разыгрывать и оставить его потом но оставить его будет нужно вы сами понимаете увлажняющий крем на мне я начинаю консилер во втором оттенке распределять по всему лицу почему желтый и фиолетовый блин в итоге не понимаю конечно какой цвет получится он убирает следы усталости фиолетовый и какие-то и пигментные пятна а с зеленым оттенком все понятно он убирает покраснение наверное все таки много нанесла тушу я сейчас кисточкой просто буду все это распределять по лицу это как бы не тональный крем но оттенок светловат конечно ты и растушевывается хорошо консилер нанести как тон очень опасная затея но поскольку я планирую потом затемнять лицо надеюсь у меня все получится стик растушевался просто в ноль знаете бывает такое что стик попадает в поры и это смотрится некрасиво ваться даже кисточкой не плотный но очень хороший как бы да запах тут не очень упаковка на рожечная но продукт нормальный я видела кстати несколько обзоров некоторые мне понравились некоторые просто ну чушь когда люди не понимают на что они делают обзор и просто просто болтают я надеюсь все таки немножко информативности внести буду использовать следующий продукт эта палетка консилеров для этого возьму маленькую кисточку и наберу фиолетовый и зеленый оттенки я их уже сводчила они очень пигментированные их лучше прям ой их лучше в чистоганом не использовать ну это вообще норм цвета мои толстовки нужно смешивать эти консилер допустим зелененький смешать с желтеньким чуть-чуть зеленоватый цвет нанести на области покраснения и тогда будет норм вообще единственное что да это минус бюджетной косметики но я не сказала сколько стоит консилер я же сейчас буду все чекать консилер стоит 169 рублей серьезно ну какая-то помада тире консилер 169 рублей у меня покраснений на лице нет поэтому чтобы уплотнить свет в проблемных зонах я просто смешаю этот оттенок и желтенький самый дорогой продукт стоит 400 рублей но она вроде 350 сейчас узнаем палеточка сколько ты стоишь палетка консилер стоит 299 она в одном оттенке представлена очень неплохая тоже цена нанесу только на синячки я тоже не хочу на самом деле делать скидку на то что это какая-то косметика для подростков или это бюджетная косметика буду рассматривать как бы исходя из того что есть цена качество особо на упаковку я не обращаю внимание но тут она откровенно бюджетная хотя последняя коллекция dior тоже немножечко пластик он есть пластик также как базу использую этот консилер он конечно скатается если его не закрепить так что не ждите чуда если у вас жирная века или жирная кожа то тональный крем или база вам нужно использовать свое естественно beauty bomb нет фиксирующаяся база вроде как нет тонкое покрытие для девчонок сухой кожи очень хорошо будет потому что очень увлажняющий из непроблемной кожи то есть поскольку эти продукты не фиксируются все с вашего прыща будет слезать то есть это не консилер для проблемной кожи но это что понятно хотя в подростковой линейке было бы логично сделать какие-то матовые текстуры 6 из 10 лайчочков потому что эти два цвета я вот лично ну скорее всего бы не использовала но эту палетку покупать выгоднее чем этот стик 4 из 10 лайчочков но из-за того что они не фиксируются она не очень универсальна следующем я хотела бы сделать брови для бровей у меня два продукта карандаш в первом оттенке и во втором brow pencil так сколько он стоит карандаш представлен аж в четырех оттенках и стоит 159 рублей мультипродукт карандаш для бровей хайлайтер для подсветки зон прикол прикольно похоже эти продукты нужно использовать вдвоем ну то есть вчетвером все карандаши я перед применением подточила тому что надо точить с одной стороны он перламутровый а с другой светлый коричневый я нанесу его на тело брови так 150 рублей включить два карандаша но это это просто гениально карандаш восковый тоже не фиксируется вычесываю минимальная какая-то фиксация вроде бы геля нету бьюти бомб для бровей это можно использовать как и гель и карандаш перламутровую сторону я ненадолго отложу и воспользуюсь вторым оттенком и нанесу на хвостик брови смотрела несколько обзоров бьюти бомб конечно немного грустно а не понимает как пользоваться косметикой что прежде чем наносить сухие текстуры нужно предварительно сделать подложку из кремовых на самом деле не важно кто кто как хочет пусть так и красится и остается при своем мнении ну вот я и нарисовала бровки вычесала их щеточкой сейчас сначала использую матовую сторону стика под бровь получается как консилер матовую прям заведу сюда чтобы более четкие были брови минус этого стика что он не фиксируется теперь кисточкой с консилером просто это все стяну вниз растушую теперь буду использовать переливающуюся сторону просто но самую наивысшую точку не уверен что она будет прям сиять проще использовать в это место хайлайтер поэтому я не очень люблю карандаши потому что есть равно все это закрепляя потом сухими тенями чтобы это все не смазалось для создания 3d градиентных бровей мне понадобилось всего два продукта а то есть 300 рублей 300 20 рублей 8 из 10 лайчочков то нет наверно 9 9 из 10 лайчочков заслуживают эти карандаши для бровей продолжим с кремовыми текстурами и дальше я беру румяна и буду их использовать на все почти что лицо чтобы утеплить его и придать свежести румяна во втором оттенке полупрозрачные по ощущениям они не кремовые больше а гелевая прям много наберу и немножечко сниму на руку пахнут приятно продукт первый продукт который пахнет приятно либо они вообще никак предыдущие не пахли либо каким-то немного пластиком я люблю еще наносить немного на нос но это дело настолько незаметно или перебор как будто бы я сгорела в солярии так румяна вроде не делают даже дырки в этом консилере хотя консилер не предназначен для того чтобы наносить на все лицо румяна стоит 350 рублей и тут три оттенка у меня 2 2 самый персиковый 1 по мне тоже наверно подошел 1 для смуглянок 2 тоже кстати а 3 для более бледнокожих девчонок розовый но я поставлю 7 из 10 лайчочков потому что есть куда стремиться но текстура очень приятная и фиксирующиеся наверно 8 из 10 лайчочков нет они очень красиво смотрится для 7 лайчочков поэтому 8 лайчочков из 10 а дальше контур палетка в первом оттенке второй оттенок кстати я положила вам в розыгрыш там бомбочки для ванн всякие различные помады тушь и вот такая вот контур палетка будет разыгрываться и потом я вкратце в конце расскажу что там будет разыгрываться я беру я беру вот этот темный оттенок начну с матовых все перехожу на матовую текстура наверное сделала сначала swatch беру этот у боже как будто бы в шоколадку нечаянно окунула и хайлайтер и скульптор очень пигментированный прям пипец какие пигментированные даже немного страшно их наносить на лицо ну ладно ничего начнем беру немножко скульптора растушевываю на крышечке оттенок правильный но он как бы такой на грани и с бронзером и со скульптором то есть это не холодный прям скульптор дочь габбана или кевина коэн он больше и теплый немножко чтобы не наставить пятен если брать пушистую кисть снимать на крышку то проблем однозначно никаких не будет мягко тушуется не создается таких вот шкатушек каких-то непонятно производители наверное такие сейчас блин то они хотят пигментированных продуктов то им еще нужно чтобы они растушевывались ну да как бы желательно чтобы все растушевывались пультер я растушевала однозначно нужно вниз наносить тон чтобы растушевки были чище теперь попробую хайлайтер хайлайтер очень рыхлый поэтому нужно носить аккуратно опять предварительно сниму надеюсь мне он подойдет о боже это джеффри нет это пока не джеффри мы еще дойдем до хайлайтера и rainbow радужный хайлайтер хотела его попробовать но этот хайлайтер тоже неплохо немножко металлическое сияние это контур палетка стоит 329 рублей песочный хайлайтер офигенный и скульптор которым нужно правильно естественно пользоваться потому что он очень пигментированный нанесу этот же хайлайтер на галочку над верхней губой подбородок на спинку носа его нужно набирать очень мягко потому что он рыхлый вы как будто бы котиком лапкой котика возилкаете по хайлайтеру и еще раз просто не вижу как это смотрится извините конечно о на камере классно на камере очень классно смотрится очень мокрый до 2 хайлайтер радуга я буду наносить используя все три вот если сделать все три из watch то ничего не видно просто какая-то белая штука пройдусь прям по всем трем желтый видите самый большой потому что ну хотят все-таки чтобы был не голубой не он на вас на щеке все-таки какой-то песочное сияние более деликатный хайлайтер кстати так нанесу еще разок наносить нужно полирующими движениями он мне немножечко не подходит по цветотипу ну по-моему да тут больше желтого пигмента чем в этом хайлайтере то есть это больше подойдет для бледнокожих никакой радуги не будет пигмента в нем мало он просто более холодный чем вот этот контуринг 8 лайчочков из 10 rainbow хайлайтер 9 лайчочков из 10 для бледнокожих девчонок мы тихо сапы передвигаемся к глазам глаза я буду оформлять карандашом который стоит 130 рублей 129 рублей тяжелая артиллерия пошла карандаши за 130 рублей 129 посмотрим на что он способен на вид просто обыкновенный на вид просто обыкновенный карандаш в дереве который не должен фиксироваться и тут 8 оттенков тут есть даже розовый но у меня классика то есть как бы в любом случае если даже бренд называется beauty bomb краситься люди нюдовым я совсем забыла что перед тем как наносить нефиксирующийся карандаш нужно было все закрепить тенями а тенями я буду закреплять палеткой теней из 8 цветов просто вот так называется я буду наносить самый светлый молочный оттенок на все века для нюда очень даже пигментированным закрепляя просто консилер который там был особо тут ничего придумывать не нужно складку этот буду делать оттенком четвертым идеальный если бы сделали такой контуринг так все сделаем сводч да просто супер ребят сделайте такой контуринг ну то есть контур палетку смотрите какой прекрасный смотрите какой прекрасный оттенок только можно его вот так вот 5 на 5 максимальный нюд сегодня дальше я могу переходить к карандашу потому что у нас есть на что его насаживать и он не смажется ни туда ни сюда все будет прекрасно даже если этот карандаш не фиксируется а этот карандаш не фиксируется оттенок кстати 3 носить в сумке просто вот не впадлу теперь есть и бежевый и коричневый карандаш бежевым я конечно меньше пользуюсь наверное чем коричневым но его тоже иметь было бы прикольно я использую коричневый карандаш ну да он не гелевый конечно твердоват немного карандаш объективно твердый почему не растушевывается может быть его пальцем лучше растушевать да кисточка вообще неудобно я лучше пальцем опыт душа он твердый для того чтобы рисовать на глазах пользую нижнюю сторону в качестве базы чтобы туда насадить хайлайтер во внутренний уголок глаза нанесу вот этот вот третий оттенок вот так я беру черный оттенок хорошо в тушевую кисточку так я закрепляю этот карандаш дымчатая растушеванная стрелка вот такие вот у меня получились растушеванные эми вайнхаус на и немножечко стрелки этой палеткой вполне можно работать хорошая палетка за свои опять же сколько до палетка самая дорогая часть 399 рублей теперь я сделаю свочи всей этой палетки тут есть оттенок шампанского холодный растушевочный как заказывали цвет асфальта даже есть бронза есть теплая есть холодная бронза и черный который на самом деле темно-темно-коричневый убить и бомб есть черный обычный лайнер но я хочу все таки попробовать какой-то цветной поэтому черный отправляется вам в подарок а голубым вот этим вот я сделаю стрелки такой вот лайнер стоит стоит сколько он стоит жидкая подводка стоит 250 рублей такой вот мне силиконовый какой-то аппликатор он рисует немножечко с разводами но я попробую что-нибудь с этим сделать у боже мой главный сейчас не на косячь я эту подводку перенесу на руку и попробую нанести своей кисточкой ну конечно своей кисточкой рисовать намного проще только до нанесла эту красивую очень но пипец какое сложное нанесение подводку с просто убогий аппликатором который раз слоев от эту текстуру лайфхак набрать побольше продукты и потом его распределить дальше я буду использовать нестандартную зеленую тушь еще ни у кого не видела зеленую тушь то что 299 рублей так вот выглядит она вблизи щеточка очень сильно разделяет ресницы пигментированная что для крема в продуктах важно фиксирующихся чтобы они были пигментированы я думаю надо будет делать два слоя один слой ресницы видно но хочется еще ярче блин по пигментированности она может посоревноваться с цветными тушами и самара очень странно смотрите я не знаю куда я можно применить но мне было надо и я рада что он у меня есть теперь я могу делать зеленые ресницы не знаю для чего но могу делать также было интересно мне узнать рисует ли на слизистые эти карандаши в дереве чисто логически я понимаю что они рисовать не могут потому что это обыкновенные карандаши в дереве и не гелевые номер 4 и попробую сейчас попробую сейчас так попробую сейчас порисовать по слизистой о что-то появляется она рисует если кому тоже было интересно этот карандаш рисует даже по слизистой его нужно просто предварительно подточить нагревать там в стиле все ужасы делать не надо но подточить обязательно смотрим оттенок темно-синий вот темно-синий получается 4 и голубой голубой кстати красивый люблю такой оттенок карандаши в дереве не предназначен для слизистой но на слизистой они все-таки рисуют хорошие новости и сегодня думала сделать нюдовый образ продуктами beauty бомб но получилось так что сделала я далеко не нюд не знаю то ли это продукты то ли это просто настроение то ли итоге ворк так на меня повлиял но зафиналить образ я хочу карандашами sexy lips в первом и втором оттенке первый оттенок хочу использовать на все губы посмотреть как он будет смотреться и сделать омбре вторым оттенком так обязательно сейчас подточу у меня такая точилка с двумя отверстиями получается такие толстые карандаши можно подточить беру первый оттенок я в поисках как обычно своего идеального нюда ой кстати эти карандаши намного мягче теплый нюд чувствуется как даже помада какая-то на губах сейчас смотрим сколько они стоят 169 рублей серьезно так получается полный нюд если использовать только его и я сейчас хочу попробовать второй оттенок просто тоже очень понравился мне такая рука и зарисована почему-то мне кажется мне второй оттенок подойдет больше так на его нанесу только по периферии ну вот в комбинации получается и губы видно и нюд остался нюдом 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 вы будете карандашный магнат потому что используют эти два карандаша для бровей и вот эти два нюда можно добиться вот такого вот идеального сочетания как для меня то что я однозначно советую это радужный хайлайтер потому что это же 2 это палетка контуринг который я сейчас нанесла и хайлайтер одновременно то есть если вы посветлее то радужный хайлайтер если все вместе вообще просто хотите то вот эта палетка просто маст си маст хэв из нюда если вы тоже посветлее то первый оттеночек если немного более смуглее то 2 ну брови и хочется использовать два оттенка потому что вот это очень пепельный и красивый но тут нет светлого светлого матового но и в общем все оттенки тут хороши также можно это использовать как кремовый хайлайтер даже на внутренние уголки глаз оцениваем макияж в целом подводки не очень понравился аппликатор палетка теней очень приглянулась особенно холодный растушевочный но я сейчас смотрю в зеркало я понимаю что продуктами я делаю бюджетными и стоят они все до 400 рублей но если честно мне не верится по поводу тона дешевой тональной основы не люблю советовать но вот этот стик очень интересный он не попадает в поры хотя вы протестируйте если вам понравится то можно использовать как очень-очень легкое тональное средство потому что ну вот мне даже хватило я сейчас поняла что в принципе я и стоном не переборщила потому что его нет мне просто на лице сейчас нет тонального средства нанесен просто этот стик под глаза немножечко конс немножко консилера это скорее всего один и тот же продукт просто в разных и поставь зеленая тушь ну естественно это по настроению такое советовать нельзя если честно у меня остались еще интересных оттенков помады я бы хотела попробовать потом что-то проэкспериментировать кстати забыла упомянуть румяна румяна вот сейчас куда-то вообще делись непонятно куда после коррекции после всего этого так что наверное румяна лучше наносить самым финальным этапом я говорю кстати этой косметики не бледно соотношение цена качество как любит машка растушевка но на высоте тупой какой-то хейт я не люблю я его не делаю поэтому наверное вам кажется что я много чего хвалю но я правда люблю находить в вещах какой-то смысл у меня кроме литуаля и пальмиры в кургане раньше ничего не было и магнит косметика ни о какой подружки даже мы не говорим такой маленький ассортимент косметики был представлен что если бы в то время бы мне привезли бьюти бомб я была бы просто неимоверно рада потому что по такой цене купить вот такие вот продукты яркие пигментированные это просто классно поскольку я все-таки считаю что у меня получился макияж не бледную я возьму остатки воды это не бледную тату я посвящаю геворгу вам зеркалит в итоге блин кто сможет посмотреть на эту татуировку я тут набрала целый пакет продуктов который будет участвовать в конкурсе а конкурс очень простой просто нужно оставить комментарий бледно или не бледно у меня получилось любой можно оставлять по несколько комментариев и потом через рандомную программу сама программа выберет победителя и вы можете выиграть бомбочку для ванны палетку теней помада кремовая глянцевая помада тушь секс и lips карандаши подводка ой нет это черная подводка набор карандашей чтобы раздарить своим подружкам скульптор и фиолетовая тушь так что такой пакетик достанется тому кого выберет программу но вы оставляйте комментариях попытка не пытка итоги конкурса будет у меня в инстаграм инстаграм дарья кей так что заходите следите подписывайтесь и через недельку я опубликую победителя выберу наверное в прямом эфире как я делал в прошлый раз а с вами была дарья кей до скорых встреч пока пока увидимся в следующих видео пока